Бездомно делать движение ни в коем случае нельзя. Работа должна быть системной. Необходимо более тщательно и детально изучить существующее положение дел, тот персонал, который выполняет функциональные задачи, ну и, конечно же, принять потом те решения, которые будут работать на благо города. Вы скажите, в этой команде будете или нет? Ну, это то же самое. Те, кто будут работать, я не против. Кто не будет работать, кто не захочет. Вы, в смысле, сейчас предлагаете сотрудникам бывшей администрации самим решить этот вопрос? Нет, еще раз. Те задачи, которые будут поставлены мною и будут выполняться в полном объеме, которые будут направлены на развитие города, значит, люди будут работать. Если будут какие-то другие, то придется менять персонал. Скажите, а почему сами на себя не голосовали? Понятно, ну, как бы, вопрос этический, но депутаты имеют право голосовать. По своим моральным, как бы, психологическим убеждениям я не готов был сам за себя проголосовать. Можно по программе вопрос? У вас в территории для перспективного благоустройства перечислены, в принципе, все, которые сегодня на глуху у горожан. Озеро Мясокомбината, исторический центр, сквер в Авиаторе, Лебеденко. А перспективы реальные все-таки какие? Вы считаете, за пять лет успеете это реализовать? Хотелось бы успеть. У нас с вами нет места отдыха, в котором можно было, ну, вот в летний период времени, у нас чулым где бы нельзя, там везде купаться запрещено. Создать некое подобие острова Татышева, ну, хотя бы в каких-то минимальных размерах, ну, люди должны куда-то приехать с ребятишками, попрюхаться летом в жаркий день в воде. Ну, и одна из тем, это вот озеро Мясокомбинат. В прошлой администрации были выполнены ряд исследований, которые не завершены, и у меня в этом направлении есть свои наработки, которые я хотел бы осуществить. То есть, в летать лет вы рассчитываете? Рассчитываю, да. Все вот эти территории? Рассчитываем так. Строительство 50-метрового бассейна и крытого природа? Это перспективно, это да, как бы тот, те бассейны, которые есть, они на сегодняшний день не обеспечивают всех желающих. В программе есть у меня цифры, у нас на сегодняшний день 3-4 ребенка, которые хотели бы плавать, а у нас места не позволяют. В первую очередь у нас планируется 25-метровый бассейн, это с нашим меценатом на сегодняшний день, там, адекватом законодательного собрания Чернышенко. Это вот в первую очередь уже. 50-метровый бассейн, это в будущем. Сергей Николаевич, вы, пожалуй, никогда не было такого единодушия при голосовании за мыра. Чем-то можете это объяснить? Лучше хороший, плохой мир, чем хорошая ссора. Поэтому есть понимание среди депутатского корпуса, что те задачи, которые необходимо решать, Александр Юрьевич это обозначил. Ну и плюс еще то, что он только вступает в должность. Да, первый раз. Поэтому будем помогать, будем поддерживать. У нас еще есть свои предложения касаемые благоустройства и увеличения площадей по комфортной городской среде. Я думаю, будем разговаривать с нашими меценатами, чтобы посмотреть, и на уровне Красноярского края мы обсуждали территорию, бывший пляж Алату, плюс еще на Симбе. Я думаю, дополнительно, если мы найдем финансирование, помаленьку вот эти вопросы тоже будем решать. Потому что есть много программ, касаемо вот таких проектов, это и федеральный уровень, и краевая уровня. У меня сейчас задача, чтобы постараться во всех этих программах, во всех этих конкурсах участвовать. Это все-таки дополнительные деньги, дополнительное финансирование для того, чтобы как можно больше территорий появилось, в которых действительно можно посидеть, отдохнуть, и с детьми погулять, и пообщаться. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, а кто сменит Александра Юрьевича на его посту, на депутатском посту? И второй вопрос сразу, можно? Вот если бы выбор стоял между, ну, я не знаю, каким-то другим кандидатом и той же Натальей Валерьевной, все-таки у Заикиной был шанс победить и стать главой города? Ну, если она набрала, набрала сколько там, 66 очков, да? 65, да? Тоже был шанс, но Александр Юрьевич был более убедительный. Нет, мы не говорим об Александре Юрьевичу. Вообще гендерные какие-то предпочтения были у депутатов? Нет, вот с этой стороны, с этой точки зрения, там, не рассматривалось, там, как говорится, там, пол, мужской или женский, там, действительно, по той программе, которую представил каждый кандидат. Поэтому еще хочу сказать, что нужно иметь большую смелость для того, чтобы согласиться, там, баллотироваться на пост главы города. Потому что вы видите, сколько у нас вопросов, сколько проблем, которые необходимо решать, и хотелось бы решать как можно быстрее. Поэтому и задача стоит и на уровне депутатского корпуса выстраивать более тесные отношения с депутатами Законодательного собрания Красноярского края, ну, а и с правительством Красноярского. Потому что бюджет в любом случае, там, он у нас дефицитный, поэтому нужно дружить со всеми для того, чтобы деньги были в городе. Так, теперь то, что касается, то, что касается. У нас в этом году выборы и депутатов Законодательного собрания края, и депутатов Государственной Думы. Ну, и сейчас вот, будем тогда выбирать еще депутатов Городской Советы. Поэтому работы много. А средства на эти цели заложены в бюджете? А до выборов? Ну, я думаю, там, в любом случае, там не такие большие деньги, да, но найдем. Что хорошо, то, что там комиссии эти все работают. Ну, было там, ну, еще там по Горсовету один депутат, ну, один мандат добавится, один бюллетень. Поэтому деньги там небольшие, но найдем их на такое дело. Александр Юрьевич, вот Сергей Николаевич уже отметил, что смелость нужна для того, чтобы вообще баллотироваться в мэры, потому что проблем хватает. Вы в какой момент поняли, что вы будете это делать и зачем вам это нужно? Ну, наверное, нет. Смелость, да. Самое главное в себе найти силы, взять на себя ту ответственность, которая будет. То есть, реально понимать, а ты готов справиться вот с этими, со всеми наболевшими вопросами и взвалить на себя эту ношу и как бы выполнять ее достойно. Ну и... Ну, вам зачем такая ноша? Почему вы решили? Вы поняли, что... Я уже много лет работаю в коммунальном хозяйстве в определенном направлении. И реально понимал ранее какие-то изменения, которые я видел, и не делались. И вот эта вот вся работа предыдущая, и все наработки, которые есть, и все желание, которое было раньше и есть на сегодняшний день, оно и сказало окончательно, да, иди, и будем работать вместе. Хочите, пожалуйста, а что вы самое сложное видите в работе мэра? На ваш взгляд, что самое сложное? Самое сложное... Это работа такая должна быть выстроена, которая бы удовлетворяла не всех. Ну, невозможно всех, но в большей степени массы народа города Ачинска, она должна удовлетворять, и все должны ее видеть и понимать. И вот это вот самое сложное, добиться обратной связи от народа, что да, ты тот человек, который принял на себя вот эту вот ответственность. И народ увидел, что ты ее несешь и выполняешь. Вот это вот самое сложное. А с чего начнете? Есть в моей программе и первоочередные задачи и мероприятия, есть перспективные, это все есть в программе, которая на сегодняшний день существует. В первую очередь, необходимо наладить тесную связь и работу с администрацией Красноярского края, с министерствами. Это то, что уже сказал Сергей Николаевич. У нас город дотационный. Чтобы выполнить все те пожелания, которые хочет видеть народ, необходимое привлечение дополнительных источников финансирования. Это неизбежно, закономерная вещь. Предварительно, в ходе предвыборной кампании депутатам есть уже доработки с администрацией, с министерствами Красноярского края, которые готовы пересмотреть в наш адрес и политику, и финансирование. Также необходимо будет продолжить и усилить работу софинансирования с крупнейшими бизнесами города Ачин. Основным направлением, чтобы сделать Ачинской змеи, необходимые источники финансирования. Мы же все с вами это понимаем. Вот это первоочередная задача. Александр Юрьевич, в статусе кандидатов депутаты многие люди к вам обращались с определенными какими-то задачами. Естественно, в этот период времени вы не все успели сделать. Вот как быть людям, поверившим вам? И есть ли у вас приемник, который все-таки продолжит то, что начали быть? Значит, этих вопросов... Я ни один вопрос, вот то, что звучало, ни один вопрос, он не улетел в воздух, он лег в одну единую программу. Этих вопросов и пожеланий 115. На сегодняшний день, за тот короткий промежуток времени, даже с учетом того, что у нас не было возможности влиять на источники финансирования, которые заложены в бюджете города, 37 выполнены. Это те элементарные задачи, к которым необходимо было подойти ответственно по-человечески и решить их. Мы постараемся, Сергей Николаевич. Я дополню, я думаю, в какой-то мере там будет даже проще. Одно дело, когда он был депутат, другое дело, когда он же глава. И поэтому, когда мы придем к Александру Юрьевичу, там что-то надо помочь, я думаю, там будет зеленая улица. Это приорожание на просьбу огромное. Обращаемся к СОЖ, чтобы почистили подковку Сверхово-Сердичный 4. Задим и не разум. Это где, Запад 2-4 стоит? Да, конечно. Это уже политический. Нельзя будет подходить точечно. Необходимо, в первую очередь, пересмотреть систему. Город, я вам согласен с вами, мало убирается, мало уделяется внимания. Необходимо менять, и мы изменим этот подход. Не только по данному адресу, а ко всему городу. Александр Александрович, как оцениваете свой стиль управления? Ветеран и деспот, демократ, соглашатель, может быть, еще какой-то вариант? Многие годы меня учили менеджменту стратегического направления и системной работы. Я могу быть разным. Все зависит от того персонала, который со мной работает, и как адекватно он исполняет свои функции. Самое главное, это те задачи, цели, которые поставлены на сегодняшний день. И если они будут выполняться, я готов лояльно и спокойно работать с персоналом. Если персонал не будет помогать и достигать мне определенных целей в развитии города, значит, готов применить любые креативные меры. Александр Юрьевич, не скрываем же, что вас называют ставленником русала. Насколько это верно, и как вы будете выстраивать взаимоотношения с одним из главных городообразующих предприятий? С единственным, да, городообразующим предприятием до конца, кто участвует в жизни города. Так, открыто и честно, так. Русал, да, Русал поддерживает мою кандидатуру, я об этом не скрываю. И на сегодняшний день есть уже предварительные договоренности в соглашениях. И Русал готов дальше софинансировать, участвовать во всех программах и готов пойти на увеличение своего присутствия в городе Ачицк. И к этому уже сделаны первые шаги. В 2021 году мы должны начать первый грандиозный проект. Это присутствие в городах компании Русал. Они на сегодняшний день выиграли этот конкурс и уже обозначились в министерстве Красноярского края. И министерство подтвердило готовность софинансирования в этой программе. По совместной программе мы должны с вами сделать законченный вид нашей работы Кравченко, нашего дворца культуры. И взять это в единую концепцию до проспекта Лапенково. Вот это первое, то, что уже запланировано и будет выполнено. И дальше компания готова принимать ежегодно участие в развитии города. Александр Юрьевич, вы хотите выточнить все-таки про приемника, у вас есть человек? Сегодня нет. И не мог я, не имел права думать об этом до свершения существующего момента. У меня не было таких оснований. Я обязательно вернусь к этому вопросу и с Сергеем Николаевичем проработаем тщательно. Потому что мне стыдно будет за людей, те, которые мне поверили. А поверьте, люди дали мне вот это первое зерно решиться на вот этот шаг. Именно от людей я услышал, которые живут в этом районе, в округе. И вот это вот была первая ступень развития к принятию решения, то, которое есть сегодня. Александр Юрьевич, я просто первый рабочий день. С чего начнете? Приду на работу. Приду на работу. Структура. Структура, функционал, изучение, кто какую функцию выполняет. Насколько эта функция нужна в общей концепции города? Кто что выполняет, какую пользу приносит. Вот надо это понять и потом уже предпринимать какие-то шаги по стимулированию. Но вот как вы житель города, как вы вообще оцениваете работу администрации? Она у вас не перетрясалась уже последние годы? В целом в городе делается и сделано очень много. Вот много. Если мы отмотаем там где-то начало двухтысячных и сравним за последние там 10 лет, много изменений. Хороших или плохих, там доработали мы там что-то или не доработали, есть замечания, дорабатываем, но очень много сделано. А вот хороших и плохих не доработано. Это не доработано теми специалистами, которые сегодня есть в администрации. То есть будете ученачить, либо люди не в полной степени ответственно подходят к своей работе, либо они просто не умеют. Либо им надо помочь, либо их надо сместить на какую-то другую работу, на другую должность, более подходящую к ним. Спасибо. Продолжение следует...